всем привет друзья с вами диван поэт и добро пожаловать на новую серию прохождения за крюматах fest и да если вы вдруг не поняли почему меня другой звук а это все потому что я сейчас так сказать тестирую микрофон который называется fifa in a 8 плюс если вам вдруг интересно можете погуглить его найти ссылочки на алиэкспрессе достаточно недорогой бюджетный микрофон в котором есть все что вам нужно и в принципе даже более чем то есть тут есть и поп-фильтр тут есть у нас и паука чтобы гасить всякие вибрации и вообще все очень удобно классно и в естественно это юсбовый микрофон чтобы вам не нужно было тратиться на какое-то дополнительное оборудование просто вставил юсбишечку и погнал писать шикарничую озвучку и кстати да что у нас было с предыдущим плейлистом а как вы поняли по моей машине это был американский плейлист с американскими автомобилями в частности с фордами мустангами да покатались на маслкарами на маслкарах а теперь мы поедем кататься на прекрасных porsche нам тут будет рассказывать историю этой марки и черт возьми вот это должно быть красиво porsche я просто уважаю я этот плейлист понятное дело оставлял на сладенькое друзья вы только посмотрите на эту гоночную историю которую нам показывают только посмотрите как шикарно это сделать 360 porsche вот это я понимаю вот это вот вот это стильно вот и вот это круто больше стари 911 legacy вот это классно это очень круто его блин вот эти кадры вот не знаю вот все-таки porsche имеет какой-то особенный свой стиль особенно какую-то красоту вот притекательность ты на них смотришь и понимаешь что да вот это мечта вот эта машина которую если какой-то мужик себе может позволить в жизни это значит что добился всего ты добился великого успеха просто ну понятное дело если ты покупаешь не какой-то там самый дешевый 911 а 911 там turbo с например или rs3 там rs2 и прочее в общем да в этой модели очень богатая история и мне интересно в это все дело окунуться давайте посмотрим сколько у нас кстати состязаний и не так много состязаний такое ощущение что у нас будет достаточно длинные заезды и это наверно хорошо потому что porsche я очень и очень сильно хочу наслаждаться кстати это плюс еще один плейлист которым не нужно покупать машину для участия в этом данном плейлисте и это меня дико радует потому что сейчас я могу просто насладиться тачкой насладиться мустангом и посмотреть насколько хорошо и быстро он едет при полной прокачки кстати у нас здесь побег и я могу сказать что это у мустанга очень даже неплохие тормоза хоть я и улетел в кусты но я тормозился прям в кустах и сейчас посмотрим насколько далеко мы сможем уехать тут конечно призраки меня немножечко немножечко отвлекает но тем не менее смотрите от той машины которая у нас должна быть как референсная мы от нее уезжаем достаточно быстро неплохо что опять же по тормозам все очень неплохо и в общем то да не супер шикарный рекорд но тем не менее машина достаточно плавно и круто уезжала от того всего дела и конечно же там кёниг закиеска мимо нас проехал от кёниг закиеска будет ну понятное дело быстрее чем наш мустанг но тем не менее по красоте тут еще могут многие побиться с этим всем делом так подождите мы сейчас доедем до этого всего я просто хочу взять и забрать награду которую у нас тут есть отлично а теперь поехали на соревнования 911 мне прям даже интересно какой машине мы сейчас поедем и кстати какую красивую статуэтку на этого всего сделали прибытие 911 porsche 911 слишком блога у нас 911 мне кажется сейчас прозвучало но в этом плейлисте у нас так и будет это все звучать и наконец-то у нас есть катсцена на движке игры вы посмотрите как она круто как она круто смотрится друзья это просто офигеть это очень круто это очень круто выглядят как же как же мне нравится что все таки вот porsche ценят в играх и понятное дело что просто с детских лет нам прививают любовь к этим автомобилям это круто и конечно же нам дают прокатиться на классике кстати заметили прям вот в такие моменты в этих вот катсценах прям очень крутой графон прям шикарный ой-ой-ой-ой как какой звук какой звук какая красота друзья мы как будто попали в need for speed porsche unleash ты ну не не больше не меньше сто процентов это круто ну и музыка конечно заднем фоне такой синвеев ой-ой-ой как нам это все подходит боже мой я хочу посмотреть на эту машину внутри как как она выглядит ой-ой-ой-ой-ой зеленая подсветка шкал как я это обожаю как это жестко отсылает к ретро просто наслаждение кстати очень прикольно управляется автомобиль то есть меня не уносит как-то дико потому что бы все таки у нас двигатель располагается сзади задний привод и тачка ну как бы должна уходить боком достаточно сильно но на этого не делает вообще честно говоря есть так по лодке вещей соревнования странная потому что мы едем на старом porsche на ретро porsche против более новых и более быстрых и эффективных моделей это странная история давайте посмотрим что у нас с бездорожьем кстати неплохо да то есть вот именно старые машины по бездорожью здесь проезжают нормально адекватно вот более новые их конечно закидывает прям сильно и черт возьми какой красивый плейлист какой красивый везде у нас 911 и каким-то образом мы сделали наших соперников и да кстати я забыл я забыл вам сказать что здесь у нас тоже еще есть аккуратно аккуратно сожалению на той сцене у меня нет микрофона опять же поэтому я обратно переключился в общем то я думаю вы увидели что аккуратное вождение шкала у нас тут присутствует и кстати у нас сейчас избивают просто нашу рететную тачку сбивает и кстати в какой жесткий занос я ушел это было очень широко главное сейчас не долбануться потому что все таки шкала у нас это присутствует здесь и аккуратненько аккуратненько заходим отлично amazing driving skills нам только что сказали просто шикарно так второй круг тем временем у нас уже пошел но я могу сказать что тот porsche который едет на втором месте у нас просто не отпускают я конечно не супер идеально захожу повороты но тем не менее он не отстает на целых шесть секунд я смог уехать своих соперников несмотря на то что я на раритетные машины это достаточно забавно я все-таки думаю что наверное уровень сложности здесь чуть повыше потому что это машины которыми я наслаждаюсь как эстетически так и тем как они водятся как они себя чувствуют на дорогах поэтому здесь все-таки наверно стоит поднять уровень сложности ведь машины я люблю я думаю я справлюсь с их управлением поэтому как-то так погнали к следующему заезду друзья здесь не буду повышать уровень сложности потому что у нас роли ли заезд вы прекрасно знаете как боты себя ведут роли ли заездах но их слишком большие баллоны нитро поэтому пока что повышать не буду как будет асфальтовое состязание там повыше чуть уровень сложности чтобы было поинтереснее мне ехать и поинтереснее вам было смотреть то пока что мы ослаждаемся роли на в 959 шикарнейший автомобиль который кстати хочется неплохо чувствовал за крю 2 и вот здесь у вас уже прям такой ралли рейд ралли рейд смотрите против нас едут мотоциклы также но и машины не только марки porsche понятное дело потому что было бы странно если бы у нас был просто монокласс у опа вот это бы кстати неплохо пролетели если бы не жирный хаммер у нас впереди буду все намного интереснее и намного быстрее бы мы выбрались на первую позицию так теперь аккуратненько проезжаем все это дело почему аккуратненько потому что у нас опять же тут присутствует шкала с аккуратным вождением и вы это прекрасно слышите по звукам когда нас кто-то врезается вот эти вот на самом деле если этот бонус из денег от меня уйдет в этом заезде я не буду особо сильно переживать потому что все таки это бездорожье тут стоит понимать что тут как бы без контактов никак не проехать и тем временем опять porsche доминирует очень быстро и очень сильно что такое что они такое наделали почему эта машина так шедеврально едет так опять же весь баллон мир я сейчас опустошил а вот зачем непонятно потому что сейчас могут быть такие моменты где нужно нитро по подбавлять чтобы сильно не застревать то что тут все-таки пляжик тут водичка и машина замедляется не то нам все-таки нужно давайте вот здесь вот по краешку поеду аккуратненько ну нафиг сцепление с дорогой нам нужно ехать по воде это такое себе не ну смотрите на три секунды я всего лишь пока что от них уехал хотя с другой стороны нас 50 процентов так я хотел раскачать и машину поставить боку чтобы зайти в этот поворот но мне это не дало что-то сделать я не знаю может противопоксуточная система меня обрубила на этом моменте но тем не менее они уезжаем уже на 5 секунд все короче ладно тут уровень сложности явно нужно повышать потому что мы слишком легко уезжаем машины слишком понятны слишком управляемые но это было бы странно если бы они не сделали такими porsche здесь это как бы само собой разумеющийся обидно только что нас трассы начали повторяться плейлистов то вроде бы много да получается но проезжаем и так или иначе в одних и тех же локациях и это конечно же грустнявенько потому что по этой локации мы уже ездили но тем не менее едем в этот раз конечно же на porsche и 959 я могу сказать управляется офигенно намного лучше еще едет тачка чем это у нас было в закрю 2 она в закрю 2 как я говорил очень неплохо ехала но здесь это просто шедевр давайте через эту дырку проедем скале и поехали тут у нас хотя бы сцепление тоже там вода опять же есть у края нам это нафиг не нужно будем задевать столб нет не будем бонус к аккуратному вождению ну и конечно же финиш друзья дайте ради интереса я просто бок не зайду вот так ли жопкой ну и конечно же анимации дальше у нас не было машина едет ровно ну и грязь конечно же даже здесь куда-то все исчезла что такое легенды 911 мы поедем сейчас на porsche 911 turbo шикарном уровне сложности повышаем и это кстати машину я опять же очень нравилась за крю 2 поэтому вот сейчас посмотреть как она поедет также мне очень-очень интересно надеюсь она не будет такая дрифтовая который будет постоянно уносить и прочее очень на это надеюсь но машина конечно же выглядит просто шедеврально нереально красиво просто нереально красиво но полетели друзья здесь у нас спецпринт спринтовая гонка и чувствуется чувствуется что уровень сложности я повысил и теперь не так легко уезжают своих соперничков и чувствую и бонусы по деньгам у меня будет тоже меньше потому что чё-то как-то чё-то как-то прессует чё-то как-то деньги у меня там заканчиваются и опять же у них так много нитро как же у них много нитро на этом уровне сложности пошли вон залетели просто сразу же в тройку как много нитро ну как много нитро но я просто у меня нет слов они весь баллон только что мне в задницу сейчас выплеснули просто офигеть я коплю я коплю но они опять тут на нитро уезжает мне чтобы как-то рядом с ними держаться надо постоянно баллон нитро использовать так ладно давайте сосредоточимся ой 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 да слушайте а ее заносит она не такая держакова как не хотелось бы это немножко грустно догоняют сзади сзади уже прям просто поджимают понятное дело что мы едем против muscle car of но там в начале как бы ребятки едут тоже на porsche так ну никак никак я просто не могу догнать 31 процент сейчас может быть где-то здесь я начну сдаваться потихонечку полигонечку нагоним их вроде бы вот вроде бы вот вроде бы сдаются но нет просто они меня перекрыли траектории подождите я щас мотаюсь может быть получится пролететь здесь вот аккуратненько тормозим ой тормоза кстати были хороши но опять же меня вынесло вот машина кидает вот видите что я говорил как машина кидает все у тебя просто нет возможности доехать быстро аккуратно аккуратно да блин у меня там уже три тысячи всего денег дают за кратное вождение так мы это все нахрен позбиваем воу ничего себе так ирина за ирина застряла это мой момент чтобы обогнать ирину иришка мы с тобой встретились давненько мы с тобой не виделись целых один плейлист мы с тобой не виделись маслкарах я ирина не видел может быть она нам конечно и было пишите об этом комментариях может я просто не заметил как ее раскачивает как ее заносит аккуратненько заходим поворот аккуратненько на выходе немножко нитро но мне просто не хватает баллона они там постоянно постоянно едут на нитро 62 процента тем временем она нам и зато выберись на первую позицию дать ел так сделаю ну нафиг пофигу на этот бонус денежный главное приехать на первой позиции главная победа ничего крови опять же близко к столбикам приезжаем все везде аккуратно везде на аккуратности стараемся и копим нитро копим 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 сзади я вижу он просто на не только нам подъезжает точнее она это 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 опять ирина сейчас вот как меня будет полный баллон я его испытаю фигак и все и полетели от нее чтобы решка нас не догоняла все полный баллон выплеснули так здесь понятное дело можно было без тормозов залетать мы так и сделали теперь в этом повороте и шикарно пройдено отлично потихоньку мы от них уезжаем срезать можно шикарно без тормозов просто пролетаем такие поворотах нафиг нам это все нужно если что-то можно сбить и немножко потерять денег ничего страшного аккуратно опять же здесь это все проезжаем просто так деньги все равно терять не будем и тут у нас уже финиш и на три секунды я от них смог уехать сушки но машина достаточно сложное управление поэтому мне кажется это хороший результат три секунды отрыва это прям нормик это прям нормик да и согласитесь было нас намного интереснее смотреть на это все дело чем когда у нас происходит ну обычные заезды на среднем уровне сложности когда я просто беру и уезжает спокойно от этих всех ботов ну что же вот сейчас будет по настоящему легендарная машина потому что это porsche 911 gt1 страшен version я не знаю как правильно по немецки читается простите я не изучал немецкий но вот эта тачка очень хорошая когда она добавила за крю 2 я просто потек потому что вот именно этот кузов меня очень сильно отсылает к ностальгическим воспоминаниям они for speed porsche unleashed боже мой полетели какая она секусная просто у меня нет слов ну и внутри конечно же вот это вот старая панель приборов 911 боже мой полетели главное здесь у нас было класс интересно интересно очень интересно пока что у меня полный бонус на аккуратное вождение но я чувствую концу он не сохранится и как они едут вот это уже конечно что сложность были надо было не сюда ехать я бы спокойно мог обогнать на нитро но я чё-то тупанул хотя нет здесь мне кажется по траектории более правильно получается все уезжаем сюда здесь у нас только чарли едет мы сейчас чарли спокойно огоним до свидания чарли как она прет 325 к метров час ну да друзья все таки эта машина нас находится уже в категории гиппикара так сказать поэтому поэтому что поделать ой-ой-ой-ой аккуратно аккуратно ай все-таки задел так подождите я отмотаюсь я отмотаюсь я отторможусь так как нужно да блин но он меня в жопу подпихнул чарли да что ж нас тут происходит это просто жесть какая-то и опять у нас куча нитро да значит хотят хватит меня прижимать блин офигеть они меня были с трассы скинуть все триста сорок километров в час это у нее максималка она просто в отсечку фигачит давай 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 до отсечки до отсечки родная уезжаем от них уезжаем от этих плохих gt1 опять там кто-то на нитро едет да что ж такое нет мы копим мы по моему пока копим я понимаю что здесь очень много прямых мы едем просто тупо по трассе здесь решает только нитро машины у нас тем более одинаковые нитро чтобы никто не догонял блин это пипец отрыв просто миллисекунды вон он сзади сзади едет паразит такой стопроцентно скрип стриме просто догоняет нас скрип стрим то у них явно работает тоже я стараюсь ехать по другим траекториям чтобы он не прислался скрип стриму но опять же вот на нитро он постоянно обгоняет просто постоянно как же жалко что здесь нельзя этих ботов куда-то убрать в стену ой-ой-ой опять не отормозился этим воспользовались боты ладно пока живем пока все хорошо 75 процентов нет нет все начинаются атаки да что ж ты будешь делать вот так вот сделаем позбиваем да нет да финн сбивай 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 сбивая эти штуки не ну это просто капец откуда у него столько нитро да блин не тут надо как-то реально слепстримах ехать походу они просто как будто специально тебе это делают они специально сужу подстраивают но я не люблю такое так мнение копий метро копий метро копий метро копий метро смотрим на них никто не нажимает никто не нажимает давайте еще в конце немножко на трушечки нажмем были но это был напрягающий заезд они прям далеко не отставали но тем не менее аж страшно вершин прекрасная машина но все-таки немножечко как будто она андерстирная не мне показалось так ну в принципе блин наверно так и должно быть если она была оверстирная управление тогда было слишком сложное и я думаю что многие пострадали гран-при 911 porsche gt3 cup друзья вот это будет интересно вот это будет круто я так понимаю у нас еще и какое-то городское соревнование городские заезды ой какие красивые porsche интересно что у нас реально это один из тех плейлистов где у нас прямо в моно класс да где мы прям катаемся на ну все у нас на одних тех же автомобилях и черт возьми это раскраска меня просто возбуждает выглядели это просто красота вы бы у меня такой porsche gt3 я бы с удовольствием закатал бы его в такой винил прям с удовольствием полетели здесь у нас также денежки снимают за то что мы врезаемся это такая же ситуация как с lamborghini знаковые машины поэтому так у нас происходит занесло меня только что но тут прямо у нас была очень контактная борьба и все начали обгонять я напоминаю что здесь два круга поэтому понятное дело что работы будут показывать себя на первом круге что типа они такие недоступные не обгоняемые и прочее так вот здесь не надо было так сильно тормаживаться и давай 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 ирина жопу подставила я конечно не против но сейчас это было мне не нужно как же они настигают и вот здесь просто отличный проход друзья шикарно просто шикарный обгон и здесь опять шикарный обгон я слышал как кто-то врезался кто-то слишком узко зашел в этот поворот блин очень скоростная трасса получается у нас хотя вот здесь вот нужно уже нормально тормозиться и идеально зашли в этот поворот снова идеально блин gt3 шикарен просто шедеврален давайте потихоньку уезжать от наших соперников у нас тут сейчас уже будет второй круг и я так понимаю что мы сейчас просто дальше будем наслаждаться трассой машины в гордом одиночестве никто не будет стараться к нам приехать и отобрать наше первое место ну и конечно же приезжаем на финиш да друзья как я говорил абсолютно такая же история что типа вот если машина ездит хорошо ты не дрифтишь ничего с ней такого страшного не происходит ты абсолютно спокойно приезжаешь на первое место даже можно хоть самый максимальный уровень сложности ставить но как видите сейчас у меня был предпоследний уровень сложности немножечко ними попытались навязать какое-то соперничество но не особо то у них это получилось ну что же друзья испытания 911 porsche 911 карьера 4s в кузове 992 очень интересно посмотреть как эта машина едет потому что это один из последних так сказать porsche в последнем кузове поэтому очень интересно на это все дело глянуть администрация администратор porsche хорошо ты справился там adidas на спойлер ничего себе это джейк наш испытатель на этом острове брюна скотцена офигеть не боишься небольшой конкуренции твоя тачка на заезд и еще на этот раз не беспокойся насчет царапин можешь ехать как тебе привычнее о да друзья красавчик красавчик шикарный porsche странно что мы поедем на них по бездорожью потому что это все таки не тот porsche 911 который был сделан специально под бездорожье а не у нас все-таки трасса хорошо но это будет я так понимаю очень потный зай есть что ты уже все тоже сдулся ладно посмотрим как он на поворотах потому что напрямых что-то джейк сдуваются у нас но там кстати gt3 rs да насколько я помню аккуратно заходим повороты а по дрифтец не трушечкой себя отловили по своим траекториям заходим и занесло машину все-таки когда ты заходишь под таким траекториям тачка же заносит без этого никуда и джейк все-таки настигает опять же за счет каких-то прыжков они долетают просто тебя не ну на самом деле мы едем вдвоем поэтому я его могу просто взять и в заборчик куда-нибудь печатать ну чё то кстати потеловка потеловка небольшая такая условная но потеловка давайте мы сейчас просто иметь печатаем чаще чаще сейчас все будет все будет ребят вот это я помню зря сделал он только дальше от меня уехал хотя нет немножко подпускает смотрите к себе так на аккуратности на аккуратности и вот сюда нет не помогло не такие объекты сильные были а ей вот это я зря я раскачал машину и просто ушел за нос поэтому здесь делаем вот так вот пошел вон все пошел вон куда ах ты говна кусок да блин да что ж так машину-то раскачивает это жесть так ладно к слепстриму как он уезжает офигеть и нитро опять то что же такое ладно в целом у нас тут дуэль поэтому должно быть сложно дуэль как не форспит как каброн разгончик а он что-то нитро кстати не использует опять может быть в полете будет использовать ну да скорее всего ой-ой-ой-ой вот это было стремное приземление и да 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 как будто он нитро полете использовал такое ощущение что здесь если ты это делаешь то ты быстрее догоняешь соперника какая-то божина походу бум-бум-бум так замедлился так джейк настигает смотрите как он он начинает догонять еще при этом использовать нитро говна кусок ой-ой-ой-ой вот это было очень плохо просто мимо траекторий да тут срезки чет не особо помогает правильно в стену да блин ну как но просто на нитро смотрите улетает опять даже то что что будешь делать двумя баллон столько нету 71 процент вот сейчас он будет просто жесть что приборе начнет уезжать 75 не не эти прыжки это какие-то читерства они на этих прыжках далеко слишком уезжают вот опять смотрите он на джаке проезжает меня отки занесло здесь прямые остается черт возьми нет джейк стой да блин ну реально ошибок то толком не было каких-то жестких давай 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 нет опять нитро да что ж ты будешь делать у меня нет столько нету смотрите опять уезжает не могу посмотреть как он летел сейчас так что ж такое что с этими ботами не так я сейчас просту ой красавчик ой красавчик на это уже поддались это поддались но так неинтересно ну блин так напрягали всю эту гонку и в итоге вот так ее сметь просто что он взял и врезался ну серьезно ну нет но я так не играю ну капец блин как-то даже обидно ну чё такое ай джейк джейк ну шо ты блин ты явно не джейк джилленхол и не раян гослинг ужасно проехал братан ужасно хотя я я конечно я конечно напрягался напрягался ладно друзья что поехали за призовой тачкой и ваши ставки к вы машину не дадут и я чувствую что мне либо дадут вот этот porsche на котором мы сейчас ехали либо дай дадут жить и 3 rs если тут жить и 3 rs это было бы замечательно честно говоря потому что мне эта машина нравится ну что ну да конечно конечно да нужно прослушать диалоги только после этого нам начнут вручать машину нет 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 у нас новый porsche на котором мы сейчас ехали слушайте ну достаточно прикольная тачка а нет подождите rs все-таки это же а нет это 4s это 4s все да этом это у нас новый porsche да и кстати неплохо то выглядит а на и сна и желтого цвета красивенький шикарненький интересно будет посмотреть кстати можно на него пихнуть каким-нибудь обвес скорее всего дачи чем нет поэтому мы обязательно на это сейчас посмотрим вот он наш красавец шикарный потрясающий и дети 1 carrera 4s друзья давайте перейдем другому плейлисту давайте перейдем другому плейлисту и у нас тут я так понимаю остается не так много всего нам предлагают проехаться на вот таких вот водных забавах так сказать на самом деле стоит посмотреть что у нас там еще есть по плейлистам да понятное дело то что я american muscle прошел и здесь 9 1 9 1 1 legacy тоже прошел я на самом деле хотел следующий плейлист motorsports только тут мне нужно купить для этого определенную машину понятное дело что это мы будем делать уже в следующей серии но пока стоит зайти транспорт и конечно же посмотреть что у нас есть по тюнингу и в стайлинге к сожалению нет ничего за то есть атрибуты есть раскраска и можно машину улучшить в максималочку да честно говоря такое ну ладно друзья на этим мы займемся следующей серии как раз вы увидите как машина едет при полной прокачке а у меня на этом все я напоминаю что у нас шикарнейший магазин это fw store где можно купить данную игру а также все игры для xbox поэтому переходите по ссылочке в описании и совершайте классные покупки с хорошими отзывами и всеми остальными делами с вами был дима one point и всем пока пока